За минувшую неделю уровень заболеваемости коронавирусной инфекции в нашей стране вырос втрое, сообщили в Министерстве здравоохранения. В Казахстане постепенно возвращаются ограничительные меры. В некоторых регионах уже установили блокпосты и ввели запрет на работы некоторых субъектов малого и среднего бизнеса. Городские власти предоставляют возможность предпринимателям потрудиться над социальными объектами, в частности, преобразить остановочные павильоны. Здравствуйте, в эфире информационная программа «Факт» в студии Сергей Довгалюк. За минувшую неделю уровень заболеваемости коронавирусной инфекции в нашей стране вырос втрое, сообщили в Министерстве здравоохранения. Как обстоят дела с эпидемиологической ситуацией в нашем регионе и продолжают ли граждане соблюдать санитарные требования, расскажем в следующем сюжете. По сообщению главного санитарного врача страны Айжан Есмагомбетовой, за прошедшую неделю заболеваемость в Восточно-Казахстанской области выросла в шесть раз, а в Акмолинской, Алматинской и нашей области в три раза по причине пересечения через границу граждан с положительным результатом ПЦР-анализа и несоблюдения ограничительных мер в общественных местах. Маска почему нет? Есть? Ну, таких на улице не советуют. Только в закрытых помещениях. Ну, в общественном месте, везде почти, кроме дома. Я везде ношу маску, а дома и в машине снимаю, слежу за санитарными правилами. Ну, стараюсь всегда носить и семью всегда предупреждаю, чтобы не забывали надевать маски. В нашем же регионе за последние сутки зарегистрировано шесть новых случаев коронавирусной инфекции. Всего по области выявлено 3341 случаи COVID-19. Из них выздоровело 3247 граждан. В настоящее время на домашнем карантине и под медицинским наблюдением находятся 242 человека. Тамирис Шумабаева, Сергей Калашников, программа «Факт». В Казахстане постепенно возвращаются ограничительные меры. В некоторых регионах уже установили блокпосты и ввели запрет на работы некоторых субъектов малого и среднего бизнеса. О том, как октябинские предприниматели выживают в условиях карантина, узнавали наши журналисты. Грядет очередная волна коронавирусной инфекции, а значит многие предприниматели снова могут остаться без работы. Такое положение дел, конечно, расстраивает многих бизнесменов, поэтому сейчас они делают все возможное, чтобы сохранить свой бизнес. Это один из некогда самых популярных ресторанов города. Когда-то здесь ежедневно собирались десятки октябинцев. Однако последние полгода гостей здесь никто не видел. Как известно, места общественного питания были одними из первых, кого закрыли при появлении инфекции в городе. Конечно, принято сейчас в последнее время говорить о том, что очень плохо, очень печально, очень невозможно жить, но тем не менее жизнь продолжается. И я думаю, что любой предприниматель, во-первых, он риск-менеджер, он должен сориентироваться в любой ситуации. В принципе, то, что и с нами произошло, потому что... Почему так происходит? У любого человека есть момент ответственности. Это обязательство перед банком, обязательство перед семьей и так далее, и так далее. Поэтому, что бы ни происходило, мы должны сориентироваться, мы должны принять правильное решение, чтобы это было результативно. Поэтому, когда пошел проект с пандемией, мы были... Нас эта ситуация застала врасплох, конечно, была паника, но тем не менее сориентировались и решили, что мы движемся дальше, что мы идем, что нужно что-то новое придумать, чтобы действительно вырубить ситуацию. Калауша Садыкова занимается бизнесом с 2003 года. До наступления пандемии ее ресторан уже работал около 10 лет. И, конечно же, из-за ограничительных мер женщина не только лишилась работы и стабильного заработка, но и обросла долгами. Ситуация требовала быстрых решений, и теперь предпринимательница совместно со своими работниками переквалифицируется из ресторатора в хозяйку продуктового магазина. На месте ресторана было решено открыть супермаркет. С июня здесь ведутся ремонтные работы, и к концу месяца в городе должен появиться новый крупный магазин. То есть наш ресторан, он подходит под этот проект гастроном номер один. Это супермаркет с энергетикой рынка, гастроном номер один. Мы уже прямо у стадии открытия. Я вижу результат, и я очень довольна. Получился проект на такой красивой площадке, как ресторанный комплекс «Атамикен». У нас два больших зала было. Один коралловый зал, другой зеркальный зал. И на этой площадке мы сделали два больших торговых зала, бокалейный зал и общий зал, где наши активницы могут приобрести для себя и найти очень большой ассортимент продуктов и плюс сопутствующих товаров, которые удобны для похода. Если вы идете на рынок, чтобы вам не нужно было бегать по всему городу, вы можете приобрести здесь и сопутствующие товары, которые... Теперь бизнесвумен уже подстраивает свой бизнес под нынешние реалии. В магазине будет действовать своеобразная чистая зона, где клиенты будут обеспечиваться всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты перед тем, как войти в супермаркет. Работники, в свою очередь, тоже будут оснащены всем необходимым. Напомним, что по прогнозам в Казахстане ожидается очередной рост заболевших COVID-19. Некоторые регионы нашей страны уже ввели ограничительные меры, установили блокпосты, ограничили работу пассажирского транспорта и многих объектов малого и среднего бизнеса. Кристина Ведь, Жасулан Жубаев, программа «Факт». Городские власти предоставляют возможность предпринимателям потрудиться над социальными объектами, в частности, преобразить остановочные павильоны. Уже состоялось два конкурса на аренду земельных участков под строительство. В ближайшее время стартует еще один. Следующий конкурс на 4 декабря намечается. Примерно начало декабря 35 участков по городу мы выставляем. Это остановочные павильоны современного типа. Кто хочет приобрести данный земельный участок, может приходить к нам, сдавать документы. Всего в октябре насчитывается 400 остановочных павильонов разного вида и формы. Конкурс проводится с целью придать соцобъектам современный дизайн, соответствующий архитектурному облику города. Как отмечают чиновники, пока желающих проявить себя в данной сфере среди местных бизнесменов немного. Хотя условия предлагаются оптимальные. Единоразовый взнос за право аренды участка, ежегодный платеж в размере 900 тенге и заключение договора на долгосрочное аренда пользования. Требования также довольно просты. Остановки должны быть удобными, теплыми и комфортными, отвечает требованиям отдела архитектуры. Остальные предпочтения в виде установки ЖК-мониторов, розеток для зарядки мобильных телефонов или кондиционеров определяет сам застройщик. Стоимость строительства одного павильона составляет от 300 тысяч до миллиона тенге. Каждый участник конкурса вправе сам обозначить сумму предполагаемых финансовых затрат. Октябрьские предприниматели обязаны установить терминалы для электронной оплаты на своих объектах. За отсутствие возможности приема оплаты карты предусмотрена административная ответственность. В соответствии с законом Республики Казахстан о платежах и платежных системах предприниматели, занятые в сфере торговли и услуг, обязаны принять оплату в электронном виде и установить посттерминальное устройство. В случае, если вам отказали в приеме платежных карт, предусмотрена административная ответственность по статьям 194-195 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. В последнее время жалоб по данному вопросу становится все больше. В соответствии с этим Комитет государственных доходов запустил приложение для потребителей «Вайпан». В случае возникновения данных фактов сообщаем жителям, что через данное приложение можно подать жалобу. Актюбинцы так и не научились распознавать финансовые пирамиды. Об этом сегодня говорили специалисты различных финансовых институтов. Во второй половине дня руководство Департамента экономических их расследований организовало круглый стол, на котором обсудили проблемные вопросы по обналичиванию денег и уголовные преступления в финансовой сфере. Жертв финансовых пирамид меньше не становится. Другое дело, выявлять их деятельность сотрудники Департамента экономических преступлений и полицейские стали гораздо чаще. По данным экспертов, принцип везде один и тот же. Выплаты одним флайчиком происходят за счет других. Рано или поздно приток новых членов иссякает. Выплаты прекращаются и пирамида рушится. К тому же и мошенники тоже стараются идти в ногу со временем и выходят искать своих потенциальных жертв в соцсети. В основном это Инстаграм, Фейсбук. Очень агрессивно у них идет реклама. Постоянно она периодически появляется. Периодически поступают жалобы на деятельность финансовых организаций, якобы зарегистрированных в Казахстане, которые осуществляют деятельность на площадке Форекс, брокерской деятельности, на товарных биржах, нефтяных биржах и биржах по золоту, то есть драгоценных металлов. То есть они предлагают вкладываться аксюбинцам в эту сферу? Да, то есть они предлагают им вкладываться, отслеживать движение по ценам на драгоценные, допустим, металлы или на валютном рынке с целью получения выгоды. Удивительно, авторы некоторых действующих пирамид предупреждают, что клиент может потерять свой вклад, но люди продолжают нести деньги в надежде на высокий доход. Получить прибыль удается единицам. К примеру, точное количество пострадавших по оскандалившимся ломбардам, Гарант 24, Эстет Ломбард до сих пор уточняется. Уголовные дела по ним все еще ведутся. По мнению специалистов, регулярность таких разоблачений говорит о невысоком уровне финансовой грамотности аксюбинцев. В настоящее время круглый стол собран с участием именно банков второго уровня, а также национального банка именно в целях предупреждения, а также недопущения фактов обналичивания юридическими лицами и обсуждения методов совершения таких преступлений и предотвращения профилактики. К примеру, у нас много фактов и сейчас в настоящее время и в суде рассматриваются такие факты. В общереспубликанском, если в формате говорить, у нас снижение на около 30% уже идет по области только. Если говорить, это на обналах, обналичивание денежных средств. Обналичивание финансовых средств юридическими лицами еще одна лазейка для мошенников. В прошлом году местные банки второго уровня обналичивали и средства, выданные на оплату товаров, услуг и выполненных работ юридическими лицами на сумму более 131 миллиарда тенге. При этом, по оперативным данным, в криминальном обнале участвуют именно сотрудники банка. Сейчас местный ДЭР расследует уголовное дело в отношении преступной группы, которая в период своей незаконной деятельности использовала более 19 предприятий. Как правило, жертвы финансовых мошенников рассказывают, что вступают в лохотронные организации из-за нехватки денег и ловкости организаторов. Но шанс не попасться на удочку преступников, тем не менее, есть у любого гражданина. А в случае, если деньги уже вложены, необходимо незамедлительно подать соответствующее заявление в правоохранительные органы. У агентства есть специальное приложение «Финграмм» – это онлайн. Я рекомендую ее скачивать потребителям финансовых услуг. И если есть вопросы, путем вот этого приложения задавать их и направлять в агентство для получения каких-либо консультаций, не потери денежных средств. Лиза Сакива, Жаслан Жубаев, программа «Факт». Президенту Казахстана Касамжмар Тутакаева доложили о развитии вооруженных сил страны, сообщает Кастак. Цитирую. Президент, верховный главнокомандующий вооруженными силами Касамжмар Токаев заслушал доклад министра обороны Нурлана Ермикбаева об основных направлениях развития вооруженных сил Казахстана с учетом опыта современных вооруженных конфликтов. В ходе встречи были рассмотрены перспективы о совершенствовании инфраструктуры и материально-технической базы казахстанской армии и ее оснащение некоторыми видами новейших вооружений, таких как беспилотные летательные аппараты и средства противовоздушной обороны, говорится в сообщении. С учетом актуальности обсужденных вопросов, верховный главнокомандующий поручил подготовить заседание военной коллегии Министерства обороны, на котором будут подведены итоги боевой подготовки за 2020 год и определены задачи на предстоящий период, добавили в Аккорде. О других событиях нашей страны вы узнаете из следующего видеообзора. Природ заразившихся коронавирусом зафиксирован в Казахстане. За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 494 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает Тенгринью со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19. В предыдущие сутки было зарегистрировано 432 новых случая. На текущий момент в стране подтверждено 114 235 случаев, из них в Актюбинской области 3341. Еще 246 заболевших коронавирусом выздоровели. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 107 139 человек. Кастак передает почти втрое. Выросла за неделю заболеваемость коронавирусной инфекцией в Казахстане, сообщила председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Айжан Ясмагамбетова. За последние две недели в стране отмечается рост заболеваемости COVID-19 практически во всех регионах. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла в 2,6 раза, в том числе в Восточно-Казахстанской области заболеваемость выросла в 6 раз. В Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Кастанайских областях в 3 раза, сказала Ясмагамбетова. 6 октября текущего года через автомобильные пункты и пропуска государственную границу РК пересекли 148 679 граждан Казахстана и иностранцев. Из них у 278 человек выявлен положительный результат. Кроме того, с 26 октября по 2 ноября выявлено 122 инфицированных COVID-19, прибывших в 9 регионов страны. Международными авиарейсами прибыло 60 592 пассажира, из них протестировано 8 352 с положительным результатом 41 человек, добавила глава комитета санэпидемоконтроля. Она отметила, что населению, представителям бизнеса необходимо относиться к ситуации с максимальной ответственностью, сделать все, чтобы не заразиться и не заразить других. В Кастанайской области усиливают ограничительные меры, передает Тенгриньюз. В постановлении главного санврача региона принято решение об ожесточении карантинных мер с 9 ноября 2020 года сроком на 2 недели. А именно, вести карантин в Кастанай с установлением блокпостов по периметру города, но также в районе автопереходов через государственную границу Ирка, усыновить санитарные блокпосты в населенных пунктах, где ежедневный прирост заболеваемости КВИ составит более 10 случаев. Запретить въезд в Кастанайскую область грузового транспорта и пассажиров без справок о ПЦР. При их отсутствии лица направляются в карантинный госпиталь сроком до 2 дней. Пассажирам авиасообщения предписывается обязательное наличие ПЦР-справок с отрицательным результатом. Ограничить передвижение жителей по территории населенных пунктов Кастанайской области с 21.00 до 6.00. Разрешение работы общественного транспорта с заполняемостью по числу посадочных мест 6.00 до 20.00. При остановлении работы общественного транспорта выходные и праздничные дни. Разрешение деятельности объектов общественного питания в помещениях при условии одновременного пребывания не более 30 посетителей с ограничением режима работы в будние дни с 8.00 до 21.00 без проведения торжественных семейных, памятных, коллективных мероприятий и других. Работа после 21.00 только на вынос и доставку. Перевод работы 80% сотрудников государственных органов в квази-государственного сектора на дистанционный режим. При остановлении деятельности театров, кинотеатров, ограничение режима работы с 10.00 до 20.00 для торговых домов, торговых центров, непродовольственных магазинов. Костак передает ограничения усилия с 9 ноября в Павлодарской области, сообщает пресс-служба правительства. Межведомственная комиссия поручена Акимату области принять ряд ограничительных мер, установить блокпосты по периметру Павлодара, установить санитарные блокпосты в населенных пунктах, где ежедневный прирост составит более 10 случаев, сократить авиасообщения, сократить железнодорожные перевозки, запретить на остановку внутри области пассажирских железнодорожных составов, говорится в сообщении МВК. Также сообщается, что будет приостановлена деятельность религиозных объектов, театров, кинотеатров, объектов культуры, ограничена работа объектов общественного питания. Отмечается, что в выходные и праздничные дни будет приостановлена работа общественного транспорта, непродовольственных и продовольственных крытых и открытых рынков, работа бань и саун, объектов общественного питания только в формате доставки. По данным КОСТАК, карантинные ограничения усиливаются в Уральске. 7 ноября будет ограничено передвижение автотранспорта с 23.00 до 6.00. Также сообщается, что ездить ночью разрешили людям, работающим в ночных сменах предприятий, при предъявлении, подтверждающих справок с места работы и гражданам на личном автотранспорте в случаях крайней необходимости. Выезд в медицинское учреждение по экстренному случаю в аптеке в целях приобретения лекарственных препаратов и медицинских изделий. КОСТАК передает запрет на въезд иммигрантов и пребывание по 72-часовому безвизовому режиму продлили в Казахстане до 1 мая 2021 года. Ранее въезд иммигрантов в Казахстан был приостановлен до 1 ноября. В Центральной избирательной комиссии озвучили список партий, допущенных к участию в выборах Можилицы и Маслихаты, передает корреспондент Тенгриньюз. Это партии Нуратан, Акжоу, Коммунистическая народная партия Казахстана, Ауил, Берлик и Общенациональная социал-демократическая партия. Члены ЦИК единогласно проголосовали за доступ шести казахстанских политических партий на выборы. Выборы депутатов Можилицы и Маслихатов пройдут 10 января 2021 года. Сейчас на РИК-ТВ небольшой блок рекламы и далее в программе «Факт» вы увидите. 5-6 ноября на территории нашей области сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям проводят республиканскую штабную тренировку «Зима-2020». А в недалеком будущем казахстанские водители смогут ездить без оригиналов водительских прав и техпаспорта. Вместо этого имеет цифровой вариант этих документов. Министр здравоохранения Алексей Цой утвердил типовые правила проведения физической зарядки на работе. У беды не детское лицо. Трудным ребенка делают взрослые. Невниманием, равнодушием, жестокостью и бессилием устроить свою жизнь. У страха тысячи лиц, детских и взрослых. Что обидят, засмеют, накажут, выгонят, отнимут, разлучат. Не бойтесь нам звонить, если страдают дети. Если вам трудно, поможем решить проблемы. Если проблемы в школе или дома, защитим твои права. Если вы не пройдете мимо, можете спасти чью-то семью и жизнь. Решать проблемы не стыдно. Берегите семью. Не теряйте лицо. Доказано, что сласти – это энергия счастья. Побалуйте себя и близких аппетитными лакомствами от кофейни «Эспрессо». Огромный выбор тортов, готовых и на заказ, с учетом всех пожеланий. Пироги песочные с джемом, а еще вкуснейшая пицца. Дарите радость в праздники и в будни. Кофейни «Эспрессо». Кофейни «Эспрессо» Сез жайғана жарнама беріңіз келеме. Күрделі прайссыз, артық сандармен нұсқаллықсыз. Ақыры таңдаудан шаршадыңыз ба? Бізден сіз женгілесеп тесе аласыз. Небары үш жарияланым пакеті. Үнемді, ыңғайлы, сұйымен. Река медиа топының жарнама қызметімен ойыңызды қасыпыңыз үшін босатыңыз. Қарапайым ұсыныз, дұрыс шешім. Анықтама телефоны 220-250, 222-300. Жарнамаңыздың мүмкіндіктерін кенейтіңіз. Коэр-коды бар жарнама. Река тұварынасы мен. Эврика газетіндегі банерлерді қара үшін сіздің сайтыңызға немесе инстаграм парақшасына бір рет шерту арқылы ауысу мүмкіндігінің жана қызметтен. Қараныз, сканерленіз, кіріңіз. Небары смартфоныңызды бағыттаныз. Река медиа тұварының жарнамалық қызметті. Шоқану Алиханыф көшесе отызбес. Локомотив кинотеатра. Телефондара. Юкыжыз жерма, юкыжыз елі. Юкыжыз жерма екэ өшіс. Вы смотрите программу «Факт» на Рек-ТВ и мы продолжаем. 5-6 ноября на территории нашей области сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям проводят республиканскую штабную тренировку зима 2020. Сегодня первый день учений прошел в районе Актюбинского-Новоальжановского мелекомбината, где спасатели и волонтеры оказывали помощь пострадавшим в инсценированном ДТП. Тактическое и специальное учение организовано спасательными отрядами, пожарной и медицинскими службами, в которых было задействовано 155 человек, 6 поисковых собак, 32 единицы техники и 1 вертолет. В рамках приведения в готовность к зимнему периоду приведены в усиленный режим все штабы, которые находятся в области, во всех районных наших акиматах. Инсценированное дорожно-транспортное происшествие было организовано на трассе Самара-Шимкент, в результате которого на бок были опрокинуты пассажирский автобус и нефтевоз. На место аварии в первую очередь прибыл экипаж ДПС. И до прибытия спасательных отрядов водителя нефтевоза убрали на безопасное расстояние от места возгорания транспорта. А по прибытию первых спасательных подразделений была перекрыта дорога. Из салона автобуса и с мест возгорания автотранспорта были изъяты 24 пострадавших. Помимо этого, вблизи предполагаемого места происшествия был разбит пункт оказания первой медико-психологической помощи. Там же был расположен пункт обогрева и раздачи теплой одежды и питания пострадавшим. В таких случаях сотрудники ДЧС часто отправляются и на поиски людей. Сегодня была предоставлена и такая ситуация. Где приняли участие волонтеры совместно с сотрудниками спасательной службы. Кроме того, нами организована практическая отработка взаимодействия между всеми формированиями гражданской защиты, для чего был взят фрагмент из реальной ситуации, сложившейся в 2018 году, когда граждане Узбекистана, проезжая в Айтикивийском районе, пострадали в дорожно-транспортном происшествии. Сегодня наша водная была немножко изменена, взят за основу зимний период. Поэтому, я думаю, все службы, которые были привлечены, отработали все свои действия, поняли друг друга по алгоритму, отработали контакты. Подобные тренировочные занятия Департамента по чрезвычайным ситуациям ежегодно проводятся для предупреждения и ликвидации несчастных случаев, которые зачастую происходят на трассах и в отдаленных районах области в зимний период. В недалеком будущем казахстанские водители смогут ездить без оригиналов водительских прав и техпаспорта. Вместо этого имеет цифровой вариант этих документов. Такое решение о внесении изменений в законопроект для удобства граждан накануне озвучили в Государственном комитете по судебно-правовой реформе. В цифровом формате удобнее будет, конечно, потому что бывает, забываешь документы дома, а тут в гаджетах под рукой всегда будет. Я сам не водитель, но думаю, будет удобно всем. Надо идти в ногу со временем. Данный законопроект направлен на отмену ответственности за нарушение нормы, обязывающей водителей носить с собой водительское удостоверение, а также техпаспорт. В Комитете по судебно-правовой реформе пояснили, что подготовка к нововведению продлится до 26 ноября следующего года. Таким образом, информацию об автовладельцах можно будет увидеть на электронных гаджетах, в которых установлена система со всеми данными о выписанных доверенностях, сроках действия страховки и даты прохождения техосмотра. Министр здравоохранения Алексей Цой утвердил типовые правила проведения физической зарядки. На работе передает Тенгринюский ЗЭД. Правила гласят, что физическая зарядка должна проводиться в организациях в течение рабочего времени. Новшество еще не внедрено, но уже активно обсуждается в трудовых коллективах. Все новое, как говорится, это хорошо забытое старое. Казахстанцы среднего и пожилого возраста еще помнят популярные когда-то физкульт-минутки на производстве и в учебных заведениях. Теперь главный врач страны решил возродить знакомую практику. Согласно правилам, работодатель разрабатывает комплексы физических упражнений в зависимости от вида выполняемых работ, условий труда, возраста и пола работника. Он же предоставляет помещения для занятий с соблюдением санитарных норм. Полтора квадратных метра свободной площади на каждого хорошая вентиляция, регулярная санобработка. Я ознакомилась с этой идеей, конечно, идея замечательная, интересная, мне понравилась. Даже приятно, что руководители беспокоятся о сотрудниках, то есть желая им здоровья или как-то улучшить работоспособность. Если, например, обратить внимание, для какой цели это мероприятие вообще вводится, для чего зарядка делается? Для того, чтобы поднять общий тонус организма, так, укрепить мышечную систему. Во время зарядки мы что делаем? Мы наполняем кислородом весь организм, в том числе свой мозг, да, что способствует повышенной работоспособности, что нам и необходимо в данный момент, потому что сами знаете, какое сегодня положение. Как постановил министр здравоохранения, физзарядка должна проводиться в первой половине рабочего дня продолжительностью не более 10-15 минут. Комплекс физических упражнений следует менять каждые 3-4 недели. Он состоит из разминки, которая длится 2-3 минуты, и основной гимнастики. Но при этом работник в те же 10-15 минут не сможет выполнять свои обязанности на рабочем месте, а это не каждая организация сейчас может себе позволить. Например, наше учреждение – это медицинское учреждение, государственное учреждение, да, рабочий день у нас с 8 часов утра до 8 часов вечера, соответственно, большой поток людей идет. Наплыв очень большой, да, поэтому в связи с этим у большинства медработников возможно даже не найдется времени для того, чтобы делать зарядку. Это во-первых. А во-вторых, нас немножко беспокоит тот факт, что поймут ли нас вообще пациенты, почему мы в рабочее время делаем зарядку. То есть немножко такие тоже беспокойства есть. Но в целом мы настроены положительно. С нашей стороны мы хотим постараться, чтобы обеспечить своих вот медработников, да, таким хорошим зарядом бодрости на весь рабочий день, чтобы было хорошее настроение. Ирина Гудц, Алексей Уразов, программа «Факт». Как известно, на днях футбольный клуб «Акту-Б» вернулся в Премьер-лигу. Для нашей команды это второе возвращение в Премьер-лигу. И сегодня футболисты рассказали о дальнейших планах. «Мы хотим вернуть ФК «Акту-Б» на вершину Премьер-лиги. Мы уже туда попали, осталось нам только выступить в следующем сезоне. Я думаю, попасть в тройку, либо взять кубок. Но это сугубо мое мнение, потому что ФК «Акту-Б» как бы лидер казахского футбола. Я считаю, ФК «Акту-Б» всегда должен быть на вершине. Известный в прошлом российский футболист Дмитрий Кириченко входит в список кандидатов на пост главного тренера «Акту-Б», сообщает metaratings.ru. Источники в клубе называют Кириченко фаворитом на получение должности. Отмечается, что его резюме и бэкграунд не вызывают претензий, а финансовые запросы весьма умеренные. Немаловажным фактором, который привлек «Акту-Б» к рассмотрению кандидатуры Кириченко, является его совместная работа с Курбаном Бердеевым в Ростове. Руководство «Акту-Б» уже провело с Кириченко первый раунд переговоров. Специалист произвел на менеджмент хорошее впечатление, он хочет вернуться к тренерской работе. Среди кандидатов на должность наставника команды называются имена и других россиян – Виктора Кумыкова и Юрия Красножана. Фигурирует также фамилия белоруса Алексея Баги из Жальгиреса и украинца Вячеслава Грозного. Ранее Кириченко работал в тренерском штабе Ростова, а также был главным тренером Уфы. О других новостях спорта вы узнаете сразу после рекламы. Не переключайте.